Вести Дагестан В этот день Сергей Меликов провёл встречу с родителями участников специальной военной операции, проживших в браке более 25 лет. К примеру, главы региона последовали и в муниципалитетах. Встречи с замечательными дагестанскими семьями прошли во всех городах и районах Дагестана. О мамах и папах, чьи сыновья оберегают наш покой, Виктория Кубаева. Все они прожили в браке более 25 лет и воспитали достойных сыновей – защитников Отечества. Сергей Меликов поблагодарил гостей за щедрость души, терпение, доброту и, подчеркнув, республика, как и вся страна, гордится своими героями. День семьи, любви и верности олицетворяет простые, но очень важные для каждого человека ценности, как семья, дом, самых близких людей, любовь, заботу и внимание к ним. В первую очередь это касается семей, которые прожили вместе много лет. Вы своим примером доказали, как можно любить, верить, прощать при определенных сложностях семейной жизни. И, конечно, отдельная благодарность многодетным семьям, потому что, когда много детей, это щедрость не только, которая воплощается в определенных материальных историях, но и это щедрость души, это терпение, доброта. Эти качества, наверное, в первую очередь характеризуют вас. Уважительное отношение к старшим, заботливое и ответственное к детям, родным и близким веками укрепляли родственные узы и духовные связи, а такая прочная нравственная опора несокрушима. У нас испокон веков семья играет главную роль в формировании личности человека, его моральных ориентиров, жизненных установок. Именно в родительском доме передается исторический и житейский опыт, привычка к созидательному труду, воспитывается любовь к родине, чувство ответственности за родину. Сергей Меликов вручил гостям благодарственные письма главы республики и отметил, что наша общая задача – поддерживать семьи военнослужащих и укреплять системы социальных гарантий. Об этом не раз говорил президент России, напомнил глава региона. Горесть событий, происходящих в зоне СВО, в первую очередь ощущают семьи, чьи сыновья сражаются за наш покой. Потому мы всеми силами должны быть рядом и помогать каждой семье защитников страны. Сегодняшнее непростое для страны время во многих семьях, включая ваши. Сыновья, братья, мужья стали участниками специальной военной операции. И мы искренне гордимся нашими отважными и мужественными земляками. Спасибо им за верную службу, а вам за то, что вы создаете для них надежный тыл, поддержку. И в этом заключается вклад в нашу общую победу. После поговорили о насущном. Родители бойцов поделились проблемами и радостями, задавали самые разные, волнующие вопросы, внесли свои предложения. Как это часто бывает, просили не для себя. Их обращения большей частью касались решения общественных проблем. Сергей Милюков встретился с участником специальной военной операции Мухаммадом Леонардом Магомедовым и его мамой Шахнас Халиловой. О подвиге парня рассказали в программе «Малахов» на канале «Россия-1». В марте 2022 года группа российских солдат попала в засаду. Атака была отбита благодаря военнослужащему из Дагестана. Наводчик боевой машины пехоты заметил, что противник пытается взять наших ребят в кольцо и нанес по нему решающий удар, рискуя собой. Вызвал огонь на себя 21-летний дагестанец с позывным «Мага». Мухаммада почти год искал Кирилл Шульга, который спасся благодаря подвигу отважного военнослужащего. Оба бойца получили медали за отвагу. Глава Дагестана поблагодарила военнослужащего за мужество и обещал оказать поддержку. В очередной раз наш земляк, наш воин, ваш сын, которого вы воспитали, проявил себя лучшим образом. Потому что в этой передаче сначала она была посвящена другому человеку, офицеру, и потом он уже в ходе беседы с ним сказал, что он живой остался благодаря маге, которого на самом деле зовут Мухаммед, но в воинской части все его называли мага. Поэтому мы за тебя очень рады, мы гордимся тобой, мама тобой гордится. Спасибо вам большое за то, что вы такого замечательного сына воспитали. Сам отважный молодой боец не считает, что совершил подвиг, а встреча с главой республики стала приятной неожиданностью. Ну и, конечно же, строит планы на будущее. Не думал, что пригласят. Встреча с главой – это что-то новое, но радостное. Да, я остался служить, сейчас тоже как действующий военнослужащий, но только уже военном комиссариате городских округов города Дербен, Дагогни и Дербенского района. Планы – дальше служить, остаться на службе, дальше уже пойти обучиться на офицерское звание и продолжить свою службу. Сергей Миликов встретился с близкими дагестанских военнослужащих. До начала встречи руководитель региона почтил память павших воинов. По поручению главы Дагестана в республике оказывают поддержку каждой семье, столкнувшейся с потерей с начала специальной военной операции. Специальная военная операция, которая проводится уже больше двух лет, имеет целью защиты нашей страны от посягательств наших врагов. И ваши родные и близкие нам дали свою жизнь именно как защитники Родины, как герои, которые делают всё для того, чтобы сделали всё, пожертвовали самым дорогим, для того, чтобы обеспечить нам с вами мирную жизнь. На встрече с семьями военнослужащих глава региона напомнил о недавно принятом законе выделения земель участникам спецоперации. Процесс будет реализован в несколько этапов. Получить участки смогут в том числе все военнослужащие, удостоенные Ордена Мужества. На встрече родные военнослужащих озвучили свои вопросы руководителю республики и членам правительства. Они касались юридических и жилищных проблем, оформления выплат, увековечивания памяти. Заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак провёл в Махачкале заседание Федерального штаба по стабилизации ситуации в электросетевом комплексе и надёжному энергоснабжению потребителей Дагестана. Тему продолжит Карим Гамаев. Лето, солнце, море и пора отпусков. Самое тёплое время года может принести не только радость, но и заставить нервничать. Тем более, что поводы для беспокойства есть. На протяжении недели на всём юге России держится аномальная жара. Столбики термометров достигают рекордных 43 градусов, спасает только постоянно работающий кондиционер. В этот период наша республика достигает исторического максимума суточного потребления электроэнергии. Порядка 1209 мегаватт в сутки старые сети и оборудование этого не выдерживают. Аварийные отключения прошли в Краснодарском крае, Ростове-на-Дону и в Дагестане. Периодически без света оставались некоторые районы в Махачкале, её пригородах и в Каспийске. Но основной удар на себя принял Хасавюрт и его окрестности. Аварийные ситуации на подстанции Арыксу, которая была отключена Т2-25 тысячи квадрат, произошло обеспечение города и района. Максимально короткие сроки, отключив повредённое оборудование, мы включили Т1-25 и Т1-16 и подали городу напряжение. Дагестанские энергетики к такому на этот раз оказались готовы. Ещё до того, как термометр показал аномально высокие цифры, на случай ликвидации последствий непогоды были готовы 45 бригад специалистов и 48 единиц техники. Дополнительные силы были привлечены ресурсоснабжающие организации соседних регионов. Хотя этим летом ситуация явно лучше, чем в году 2023, работать нужно не покладая рук. Об этом говорили в минувшие дни на рабочем совещании главы республики и ответственных министерств и ведомств. У нас на сегодняшний день, ну, наверное, я их массовыми не могу назвать, но тем не менее регулярное отключение электричества по Махачкале у нас происходит. И обсуждая вопрос, я бы хотел попросить, чтобы мы в том числе учли и своевременные меры. Ещё с прошлого года в республике ведётся масштабная реконструкция ветких электросетей. Благодаря замене и реконструкции 29 трансформаторов прирост мощностей составил в 182,9 мегавольт ампер. Осмотреть объекты, прошедшие реконструкцию и ознакомиться с ситуацией лично, прилетел замминистра энергетики страны Евгений Грабчак. Три дня, которые были, вводились графики временных ограничений по перегрузам некоторых центров питания. В первую очередь в Хасавюртовском районе. Мы вчера там были, на месте познакомились с ситуацией. Новое трансформаторное оборудование вместо сгоревшего на подстанции РЭКСУ, на подстанции ОКТАЖ. Новый трансформатор более мощный введён, что, конечно же, должно разгрузить в целом. На время восстановления подстанции её нагрузку на себя частично взяли другие. И отметим, что в этом году до начала аварийных отключений энергетикам удалось заменить 12 трансформаторов суммарной мощностью 134 мегавольт ампер, что позволило минимизировать последствия. В целом программа эта идёт, но руку необходимо на пульс удержать с учётом погодных факторов, с учётом складывающейся режимно-балансовой ситуации. Тоже сегодня коротко о ней проговорим и о том, что у нас системный оператор прогнозирует по потреблению. Конечно же, необходимо особое внимание уделять работоспособности оборудования на этих центрах питания. Работа по масштабной реконструкции электросетевого комплекса будет продолжаться по графику, несмотря на любые капризы погоды. До конца лета планируется заменить ещё 13 силовых трансформаторов. Сергей Мелико побывал с рабочим визитом в Сергакалинском районе. Здесь глава Дагестана почтил память отважных сергакалинцев, отдавших жизнь за родину. В районе глава региона оценил возможности современного физкультурно-здоровительного комплекса, построенного в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» и провёл совещание с активом муниципалитета. С подробностями поездки Наталья Ханбабаева. Первая точка маршрута – школа номер один в Сергакале. Здесь в рамках госпрограммы «Бизнес-спринт» построили физкультурно-оздоровительный комплекс. Футбольное поле, беговые дорожки, воркаут-площадки, уличные тренажёры – теперь всё это стало доступно для местных школьников. Новое спортивное пространство оценил и глава республики Сергей Меликов. Не надо ограничивать только школы одной. Может быть, здесь и другие какие-то истории смотреть по Сергакале. Ну, имеется в виду не только школьные секции, а соревнования. Здесь же можно любые соревнования провести. Да, да, и городские, и районные. В районном центре почтили память Сергакалинцев, которые отдали свою жизнь за родину и открыли мемориальную плиту в память о бывшем сотруднике МФЦ – участнике спецоперации «Султане Раджабове». В 2022 году он сменил офисный костюм на военную форму и отправился на защиту страны. Он пожертвовал собой и спас десятки жизней в Донецке. Погиб Сергакалинец под Авдеевкой. Сергей Меликов выразил слова соболезнования родным и близким военнослужащего. И благодаря ему многие сегодня живут, здравствуют, дети гуляют на улицах и пойдут в школы. От многих отведена угроза обстрелов. Но такой дорогой ценой. Это говорит о том, что наши с вами героические земляки действительно защищают всю страну, весь народ. Руководитель региона встретился и с местными активистами. Тема обсуждения – ситуация, сложившаяся в связи с трагедией в Махачкале и Дербенте 23 июня. Сергей Меликов в очередной раз подчеркнул – действия боевиков и преступников не должны отражаться на остальных жителях. Ведь немало героев, деятелей науки, культуры, спорта являются выходцами Сергакалинского района. В адрес Дагестана, в адрес Сергакалы, в адрес Сергакалинцев они абсолютно беспочвены. И я приехал сюда для того, чтобы сказать вам, мы будем поддерживать вас, как славных представителей того района, который воспитал тех героев, которым мы сегодня возлагали цветы. Со словами поддержки к своим землякам обратился и отец героя России Магомеда Нурбагандова. Депутат Госдумы Нурбаганд Нурбагандов напомнил, что жители Сергакалинского района в 99-м году, узнав, что в сторону их муниципалитета двигаются террористы, встали на защиту родного края. Даже были, Сергей Леонидович, дети взяли топоры, ножи, кинжал, кто взял, у кого-то там все вышли, весь этот район, весь этот район, весь этот лес, копия, вырыли его таким оборонным утром. Поэтому есть у нас церковные коллекции, которые в нужное время всегда будут встать в защиту своего района, своей республики и своей страны. Обращайте внимание на своих детей, на их круг общения, интересы, занятия. Нельзя обеспечивать их только материальными благами, надо заботиться и о духовном наполнении. Об этом напомнил глава регионального МВД. Если вам долгие те люди, которые у вас рядом с вами подрастают, вот тогда вы смотрите, с кем они общаются, кто их мозгами руководит, о чем они думают. И поэтому я попрошу, особенно это касается преподавательского, образовательных учреждений, преподавательского состава, работать с нашими детей. Местные активисты отметили, они разделяют скорбь и боль утраты вместе со всеми дагестанцами. А работа с подрастающим поколением будет усилена. Нам действительно, как сказал Абдулшин Магомедович, предстоит большая работа с детьми, молодежью и населением. Актив района приложит все усилия для того, чтобы подобной трагедии в предь не повторилась. Сергей Меликов поблагодарил актив Сергокалинского района за встречу и еще раз напомнил, семейные традиции и ценности должны уберегать людей от страшных поступков. А примером должны служить военнослужащие, педагоги, врачи, ученые, чтобы подобных трагедий не происходило. В историческом парке «Россия. Моя история» с участием Сергея Меликова чествовали школьников с особыми образовательными результатами. Всего в зале присутствовало более 70 отличников учебы, 100 бальников ЕГЭ. О талантливых дагестанских выпускниках, которыми гордится республика, репортаж Алины Олегберовой. 295 баллов – рекорд республики этого года. Строгая дисциплина и ответственная подготовка. И результат, превышающий ожидания. Но по тематам Садуева из села Гуни Казбековского района не скрывает, что была уверена в своих силах. Теперь выпускница намерена покорять столицу. В ее планах поступить в лучшую вуз страны. Целеустремленности по темат можно только позавидовать. Каждый день по нескольку часов сидела, занималась, решала пробники, сидела на вебинарах, занималась репетитором, занималась самостоятельно. Я уделяла время отдыху. Хотя бы по выходным, в воскресенье я уделяла время себе. Таких талантливых ребят, как по темат, в этом году более 70 человек. Лучшие из лучших. Они сдали итоговую аттестацию на высокие баллы. Кто-то стал победителем различных конкурсов. По инициативе главе Дагестана принято решение поощрять 100 бальников и победителей престижных конкурсов. Они получили 100 тысяч рублей за успехи в учебе. Безусловно, каждая ваша победа – это результат огромного кропотливого труда. Это работа с наставниками. И эту тяжелую работу в юном возрасте вы все выполнили на отличие. Говоря о конкурсах, глава отметила и ученика 7 класса Сирожудина Ахмедханова. Ученик 2-й новокулинской школы достойно представил Дагестан на всероссийском конкурсе «Живая классика». Среди более полумиллиона ребят из разных стран и регионов России Сирожудин стал одним из победителей. Учитель ученых умов, учитель героев страны, ой, сколько вложил он в дом, что встали такими людьми. И вот что касается работы учителей. Особое внимание уделяется профессиональной подготовке педагогов, развитию образовательной инфраструктуры и оснащенности школ. Так активными темпами расширяется и модернизируется 39-я школа, о чем поделилась ее директор Гульбариат Абдул-Жалилова. Построен новый корпус на 500 ученических мест. Качество образования только растет, а педагоги сделают все, чтобы их ученики окончили школу с отличием. Вы продемонстрировали волю победы, стремление знаний. Я очень надеюсь, благодаря таким качествам вы добьетесь успехов жизни. Вы – гордость нашей республики. Поддержка не только со стороны родителей и наставников, но и со стороны государства очень важна для ребят. Такое грандиозное отчествование станет, пожалуй, одним из самых теплых воспоминаний на пути к следующему, более важному этапу жизни будущих студентов. Заур Аскандеру предложил максимально эффективно использовать средства, выделенные на капитальный ремонт ожогового центра Республиканской клинической больницы имени Вишневского. В мае прошлого года в ходе посещения центра спикер парламента инициировал проведение ремонта в отделении. В текущем году необходимая сумма была заложена в бюджет. Приступить к работам планируют уже в сентябре. Проводить ремонт будут поэтапно, чтобы не парализовать работу отделения. С развитием темы Виктория Кубаева. За оказанием медицинской помощи в единственный в своем роде на Северном Кавказе дагестанский ожоговый центр пациенты едут, в том числе и из соседних регионов. Высокая востребованность требует капитального ремонта здания, тем более, что его здесь не было лет 30. Инициативу взял на себя спикер парламента Заура Скиндеров. Нам удалось заложить в бюджете, и хочу поблагодарить и правительственный блок, финансовый блок правительства, который пошел нам на встречу. И нам удалось заложить бюджетом ремонт ожогового центра. Мы с вами сегодня прошлись и видели, насколько это необходимо. Врачи здесь просто герои. Недавние события показывали, как они всю ночь, весь день, сутками находились, они спасали людей и оказывают высококвалифицированную помощь. Палаты здесь не ремонтировались давно. Система отопления, водоотведения, как и многое другое, требует основательного обновления. Бюрократические проволочки не должны хоть сколько повлиять на качество и сроки. А рациональный подход к расходам избавит от переделок впоследствии. Пол, к примеру, в коридорах выглядит достойно, потому заменят его только в палатах. А сэкономленные средства позволят решить другие важные задачи. Про это смертная документация готова, правильно? Да. И объем работы мы сейчас посмотрим, а дальше мы перейдем и уже посовещаемся, как его, какими этапами и на каких этапах мы возьмем, будем мониторить, контролировать. С ожогами разной степени тяжести в течение года через это отделение проходят около 700 человек. Более половины из них – дети. В связи с использованием различных газовых установок осенью и весной пациентов прибавляется. Сейчас в стационаре 25 человек. В прошлом году в виде меценатской помощи Заура Скиндеров передал центру специализированные ортопедические кровати, позволяющие облегчить и ускорить выздоровление тяжелых пациентов. Теперь же по завершении капремонта в палатах появятся санузлы и новая мебель. Планируется дооснащение центра техническим оборудованием и системой кондиционирования. Ее парламентарии планируют подарить центру за счет внебюджетных средств. Наконец-то вопрос решился. И сейчас планируется обновить всю сантехнику, поменять потолки, сделать качественный, красивый ремонт. И, естественно, наверное, будет новое оснащение. Станет легче работать, комфортнее работать. И, естественно, больные будут себя чувствовать уже в более хороших условиях. Ремонт, который будет проходить под депутатским контролем, начат. Чтобы не создавать проблемы с лечением больных, скорость, как и качество здесь имеют немалое значение. В Махачкале в течение летнего сезона организованы ночные ярмарки, где представлены продукты питания по доступной цене. Торговля свежими фруктами и овощами с автотранспорта проходит каждую ночь с 22 до 6 часов утра на улице Батырая. Приобрести продукты жители и гости столицы могут напрямую от производителя, отметил заместитель министра сельского хозяйства Шарип Шарипа. Аграрии получают возможность на месте получить оплату за свою качественную продукцию. Во-вторых, и это очень важно, жители Махачкалы имеют возможность нашу экологически чистую прямо с полей приобрести по ценам от производителя. Сегодня дагестанские аграрии активно работают над наращиванием производства плодовощной продукции. И это у нас получается. И сегодняшнее решение, и такой шаг – это дополнительный стимул закладывать больше садов, расширять площади под овощами, делать то, что могут хорошо дагестанские овощеводы и садоводы. В пригородных поездах на маршруте Махачкала-Дельбент стал доступен новый сервис – бесплатный аудиогид. Виртуальный экскурсовод рассказывает интересные факты про местные достопримечательности, а также про объекты железнодорожной инфраструктуры региона. 9 июля в историческом парке «Россия. Моя история» открылась необычная мультимедийная выставка «Россия будущего». Она рассказывает о достижениях прошлого и настоящего, а также показывает, как каждый из нас может повлиять на будущее страны. Посетители сами смогут управлять экспозицией с помощью десятков интерактивов. 4-я международная биеннале печатной графики «Кубачинская башня» в этом году пройдет на двух арт-площадках. В средневековой старожевой башне 4-го века в селении Кубачи и в Махачкале. Торжественная презентация проекта сегодня в 13 часов на главной площади селения Кубачи. А 18 июля в выставочном зале Союза художников Дагестана будут объявлены победители и призеры. На этом наш выпуск подошел к концу. Редактор Шарипат Шульгина, звукорежиссер Салихат Марданова и я, Имара Багирова, прощаемся с вами с пожеланием здоровья и хороших новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы слушаете Радио России Дагестан